В преддверии Нового года в Кремле прошел традиционный торжественный прием. С предстоящими праздниками собравшихся поздравил президент Владимир Путин. Подводя итоги уходящего года, российский лидер отметил, что главным его событием стало 70-летие Великой Победы. В уходящем году было много событий. Но самым значимым, безусловно, было 70-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы отмечали эту священную дату с преклонением перед старшим поколением, перед нашими отцами и дедами. Судьба поколения-победителей вдохновляет нас и сегодня. Очень важно, что российское общество в этот непростой момент проявляет сплоченность, что мы действуем сообща и готовы всегда при любых испытаниях отстаивать наши базовые ценности, защищать национальные интересы и безопасность страны. Такие искренние чувства к Родине, гордость за неё наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в развитие России становится делом чести для миллионов людей. И они должны быть уверены, что их усилия, труд, творческий поиск будут поддержаны властью, всеми уровнями власти, что все мы работаем ради общего блага, ради того, чтобы жизнь менялась к лучшему. Дорогие друзья, хотел бы сердечно поблагодарить вас за работу. У каждого из тех, кто присутствует сегодня здесь, в зале, на новогоднем приёме, есть свои достижения, свои результаты. Это успехи на трудовом, ратном, культурном, научном, гражданском поприще. Желаю вам и дальше добиваться впечатляющих результатов, быть открытыми ко всему новому, прогрессивному, приносить пользу России. Но, полагаю, сейчас нужно отвлечься от повседневных забот и дел, отдохнуть, пообщаться в дружеском кругу, зарядиться светлыми, позитивными эмоциями. И с таким настроением, думаю, вы со мной согласитесь, легче решаются любые задачи, а задач у нас немало. Ещё раз от души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Здоровья вам, радости, счастья. Я сегодня предлагаю поднять бокалы за Россию, за успехи во всех наших делах, ради общего блага с наступающим 2016 годом.